Здравствуйте! В эфире информационная программа «Водкинске». О самом важном и интересном расскажем вам прямо сейчас. А начнем, как обычно, с новостей 18-го региона. Удмуртия войдет в число первых регионов, где протестируют новую модель бизнес-инкубаторов с расширенными возможностями. Соглашение с Минэкономразвития России поможет преобразовать республиканский бизнес-инкубатор в современный центр комплексной поддержки начинающих предпринимателей. С начала года правоохранительными органами Удмуртии незаконного оборота изъято более 48 килограммов наркотиков. С января по май в регионе зарегистрировано 960 преступлений в данной сфере. К ответственности привлечены 14 несовершеннолетних, 49 женщин, 6 иностранных граждан и одно лицо без гражданства. В Удмуртии за 5 месяцев 2018 года по вине нет трезвых водителей на дорогах погибло 10 человек, еще 87 получили травмы. В прошлом году их жертвами стали 38 человек, а травмы различной степени тяжести получили 285 жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. С 1 августа сертификат персонифицированного дополнительного образования на ребенка можно будет получить в центрах детского творчества. Он выдается детям от 5 до 18 лет. Отметим, что в Удмуртии количество потенциальных получателей сертификатов превышает 230 тысяч человек. Жара придет в Удмуртию к выходным. В среду пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до 20-25 градусов Цельсия. В четверг похолодает. Местами также сохранятся небольшие дожди. В конце недели ожидается повышение температуры. Предварительно до 20 градусов. Существенных осадков в выходные дни не ожидается. Чем запомнился этот день в истории города, мы расскажем вам в рубрике «Городские новости» короткой строкой. 566 водкинцев пострадали от клещей с начала сезона их активности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор России по Удмуртии. Также много пострадавших от клещей зарегистрировано в Ижевске. 4087 человек. В Можге – 647 человек. Всего по состоянию на 18 июня с начала сезона в медучреждении Удмуртии с жалобой на присасывание клещей обратились 8217 человек. В том числе 1699 детей. Члены Молодежного парламента призывают неравнодушных жителей откликнуться и подарить малышам счастливое детство. В Откинском районе проходит акция «Подари игрушку детям». Требуются куклы, машинки, пирамидки, мозаики, пазлы, лото, домино, шашки, шахматы, различные конструкторы, книжки, развивающие игры, канцтовары, детские коврики для игр и другое. Акция пролится до 15 августа. Пункт сбора игрушек организован в 18 кабинете администрации Откинского района по адресу улица Красноармейская, 43А. Из Санкт-Петербурга в Откинский филиал поступят 4 полностью укомплектованных шверкбота национального класса «Луч» для подростков. Добавим, что лучшие воспитанники Откинского филиала Академии парусного спорта получат путевки в «Вартек». Какой была первая фотография? Как правильно позировать для снимков? И почему нельзя корчить смешные рожицы на фото? Об этом рассказали воспитанники детского сада номер 41. В эфире программа «Ох уж эти детки». СМЕХ Сегодня мы находимся в детском саду номер 41. Тема нашей беседы – Всемирный день фотографий. Он отмечается в эти выходные 19 августа. Обо всем, что связано с фотоискусством, знают самые маленькие. СМЕХ Фотография сначала была такая тусклая, черно-белая. Ее сделали на оловенную пластиночку, положили ее, покрыли таким покрытием специальным и засняли первый снимок. А как думаешь, что было изображено на первом снимке? «Крыша домов» – вид из окна называется. А как вообще первая фотография появилась? Черно-белая. Раньше были они некрасивые. И было там очень не видно. Ты уже фотографировал что-нибудь в своей жизни? Да, я фотографировала на острове Хокеттаун. Очень интересное растение, когда мы были строительестами, люди. Там вот такое интересное растение, которое называется стесняшка. Стесняшка? Да. Почему? Потому что, когда снешься, у нее закрепляются листики. Вот стесняшка. А, это та самая стесняшка? Да. Что фотографировала? По природу. Что там было изображено? Птица. Садик. Фотографировала. Приходила. В общем-то, садик фотографировала. Выходной. Да. А зачем? Скучала по садику? Тут и я с Лолой. Это моя собака. Она любит фотографироваться у меня. А как ты это понимаешь? Она улыбается. На фотографии собака улыбается? Нет. Простую в природу можно фоткать. Угу. А я тоже был фотографом. Ты был фотографом? Да, на планшет всех сфоткать. Даже игрушки. А кого ты фотографировал на планшет? Маму. Угу. И папа у меня любит играть все в танки и в танки. И ты фоткал, как папа играет в танки? Не, я не хотел. Потому что это не хочу. Это не природа. Вот и я, динозавр, мама, камни. Это настоящий динозавр? Нет. Нет. Просто стоит. Смотри, какой он настоящий. Нет. Просто стоит и... Ну-ка, сделай еще раз так. Есть какая-то самая смешная фотография? Самая веселая? Расскажи вот о ней. Где-то я грязью обмазался. Лечебная. А, лечебная. Не на улице? В луже? Ну, на улице, на море. Ты на кого был похож? На чертика какого-то. Скажи, а кто такая фотомодель? Фотомодель – это человек, который позируется для фотографа. И рекламируется это все. Модные туфлики, одежда. Как надо правильно позировать? Можешь показать сейчас, как бы ты прорекламировала, допустим, свою футболку красивую? Вот так вот сделала, вот так вот. Вот так вот. Скажи, а можно на фотографиях корчить смешные рожи? Нет. Почему? А если кому-то подарят, и все смеются над фотографией. Такое смешное, поэтому лучше не делай. Лучше просто улыбнуться. Как будто бы мы с тобой красиво фотографируемся. Как надо? А мне как сесть? Как мне сесть? Вот так же? Да? Давай. Раз, два, три. Какие факторы могут способствовать аллергии? Есть аллергически настроенный ребенок. У него на определенные продукты есть аллергия. Мы об этом знаем. И стараемся его ограждать от этих продуктов. Потому что чем больше у него произошло аллергических реакций, тем шире спектр аллергенных продуктов становится для каждого ребенка. У него появляются новые аллергены, которых раньше не было. Поэтому соблюдать диету очень важно. Но не только в отношении причин назначенных так называемых аллергенов. Есть еще так называемые обязательные аллергены или облигатные по-нашему, по-медицински. Шоколад, цитрусовые, малина, клубника. Эти продукты совершенно определенным образом влияют на нашу иммунную систему и провоцируют аллергическую настроенность, повышают аллергический фон. Вот что приводит к нарастанию, к изменению аллергии. Передо мной предметы, без которых не обходится или не обходился ни один фотограф. Это объектив и пленка. Также в детский сад я принесла вот такие слайды. А поймут ли дети, для чего все это нужно? Это фотоаппарат, она такая, это, это запчасти. На этот фотоаппарат ничего не разглядишь. Мутно. Можно слушать просто и можно разговаривать по ней. Это как колонка. Это да, колонка. Музыкальная колонка. Да. И вот так открываешь, это открываешь, выцепляешь к фотоаппарату и смотришь и фоткаешь. Это пленочка, на которой есть много мультиков и кино. Но тут только кино. Давай посмотрим, какое кино на этой пленке. Вот это вот кино, я не знаю, вот. Просто можно вот так раскрутить, а потом опля. Я знаю, что это, рамки. Рамки? Да. Это чтобы на пленку ложить, да? Вот туда можно класть необходимые вещи. Бумагу, конструктор маленький. Это когда я был легким. Это ты на этой фотографии? Не знаю. Аня, не я. Это не ты? Мальчика. С вами был Александр Леконцев. Увидимся в Воткинске.